Здравствуйте! В эфире интервью. Директор, глава, руководитель, начальник. Именовать лидера команды можно по-разному, но важна суть. Узнаем, что такое зрелое лидерство. У нас в гостях бизнес-тренер международного уровня Евгения Климанова. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Для начала хочется понять, в чем разница между лидером и зрелым лидером? Это не одно и то же? К сожалению, нет. Я очень много работаю с руководителями разного уровня. И лидер – это человек, действительно, за которым идут. Но выстроить вот эту систему, когда за мной идут, потому что я харизматичен, потому что я силен, потому что я знаю, куда идти – это лидер. На лидере в таком случае очень большая ответственность, и он, по сути, на себе тянет всю команду. Зрелый лидер – это лидер, который, наоборот, задает вопрос своей команде. Друзья, куда пойдем? Как будем идти? То есть он набирает сильных профессиональных людей и задает им вопросы. Вот основная такая разница, она в этом. То есть просто лидер – это всегда знает, куда идти. И на себе ведет, или за собой ведет. А зрелый лидер – это человек, который всем все доказал. Ему уже не надо быть впереди. Он уже никому ничего не доказывает. Он разворачивается к команде и говорит, ребят, ну чего, куда пойдем? Давайте смотреть, предлагайте, ищите новые инструменты. Я готов слушать, я готов слышать, я готов доверять вам. Пойдемте вместе. Лидерские качества, навыки, о которых вы говорите, их можно применять исключительно в бизнесе? Конечно же, нет. Дело в том, что когда ко мне приходят обучаться руководители зрелости, дальше они это применяют в семье, особенно в воспитании детей. Потому что для того, чтобы воспитать ребенка, уважение и доверие, эмпатия и контакт, устойчивость и гибкость. Ты должен ребенку, с одной стороны, научиться говорить «нет» ребенку, не потакать во всем, а с другой стороны, гибкость в том, чтобы давать ребенку ошибаться. Ну вот, посмотрите, да, результативность, эффективность. Да, ты должен показывать ребенку, в чем он может дать результат. А какой ценой, что такое эффективность? Это цена, которую мы платим за этот результат. Смысл и ценности, конечно же, с ребенком нужно говорить и про смыслы, и про ценности. И поэтому меня очень многие благодарят. И у меня есть телеграм-канал «Зрелость лидера», где я описываю вот разные кейсы руководителей, и там подписаны простые, условно, обычные люди, сотрудники, которые говорят, что мы вас читаем и перекладываем это на как раз-таки воспитание детей. То есть правильно ли я понимаю, практически у каждого человека есть какой-то вот лидерский, задатки лидерских качеств, которые можно или развивать, или, ну, экстраполировать на какие-то бизнесы? Каждый из нас лидер, да, мы принимаем каждый день огромное количество решений. Что такое лидер? Лидер — это человек, который управляет возможностями и рисками, да, то есть лидер — это человек, который принимает на себя ответственность. Конечно же, каждый член семьи в той или иной мере принимает ответственность, принимает решения. Конечно же, мы лидеры, вот, и поэтому есть формальные, есть неформальные лидеры. И потому вот эта зрелость, вообще сейчас есть большой запрос на зрелость в обществе в целом. Потому что, и как показали все вот последние события, начиная с пандемии, какое было количество незрелых поступков от людей в ситуации полной неопределенности. И мы, с одной стороны, сами хотим быть зрелыми, да, и вот на то же обучение очень часто приходят люди, платят сами деньги и говорят, слушайте, мы устали от конфликтов с коллегами, мы устали от конфликтов с руководителями, мы хотим не конфликтовать, а договариваться. А зрелости не хватает на это, потому что эго, потому что не могу сказать нет, например, да, ну и так далее. И вот это очень важно, что есть запрос на собственную зрелость, и есть запрос на то, чтобы окружить себя зрелыми людьми. И поэтому зрелость, и это не только с точки зрения руководителей, но и с точки зрения обычного человека, это очень востребованное сейчас такое качество. Все эти критерии, о которых вы сказали, они же требуют действительно такой психологической, эмоциональной сноровки. Но как вот человеку ее добиться в процессе? Ну вот перед лидером стоит, ну, может, не такая задача, но тем не менее он обретает какой-то опыт. Не все ведь переходят в категорию зрелое лидерство. Почему? То есть на каком этапе что-то идет не так? Как я уже говорила, когда лидер еще не наигрался в лидерство, и когда он лидерство свое использует для того, чтобы что-то доказать, не знаю, миру, себе, окружающим, да, какой он крутой специалист, какой он профессионал, что он самый умный, ну, это так называемое эго лидера. Вот пока лидер еще не наигрался в это, он не будет слышать, он не будет доверять, он не будет давать, ну, а что, потому что доверять, это значит, ну, часть полномочий отдать, часть прав отдать, и, соответственно, вот это самое главное, такой ограничитель перехода в зрелое лидерство, да, пока еще вот сильное эго, пока еще человек не наигрался, не настоялся на пьедестале, вот. А в какой-то момент, когда либо происходит кризис у человека, у лидера, да, когда или он уже понимает, что все, он уже не может удержать, вот, не то, что сейчас, а когда он уже понимает, что он становится самым узким горлышком в этой компании, что он становится самым главным ограничителем развития бизнеса, потому что вот еще когда я бизнес начала 20 лет назад, голова моя, пропускная способность моей головы, она была достаточной, чтобы там все новые тренды в маркетинге, в логистике, в производстве, все это через себя пропускать и говорить своей команде, что нужно делать. Сегодня такое большое количество изменений, что даже самая гениальная глава лидера не способна это все переварить. И лидеру сегодня приходится поворачиваться к команде своей и говорить, маркетолог, скажи, какие новые тренды, какие технологии, покажи, дай, директор по логистике, что у нас там. И лидеру приходится вот в этот диалог вступать уже не свысока, вот в этой иерархии, да, я самая умная, я сейчас вам скажу, что делать, а на равных. Потому что, как я говорю, любая девочка, маркетолог, пришедшая к вам на работу, знает в сто раз больше инструментов в маркетинге, чем вы. И вам придется с ней договариваться, да, а не указывать ей, что делать. Вот так вот, как только лидер это осознает, что он сегодня ограничитель, что он уже не может все и за всем поспевать, он тогда как бы спускается со своего пьедестала, садится с командой в равный круг, и они начинают договариваться. Потому что нужно еще сделать так, чтобы эта девочка-маркетолог захотела принести эти новые инструменты, захотела экспериментировать, рисковать и внедрять. А для этого, значит, нужно создать эту среду. И вот когда вот это понимание происходит, то есть, с одной стороны, а, лидер уже наигрался, он уже всем все доказал, а б, когда он начинает осознавать, что он становится ограничением самым главным, вот тогда он спускается, садится в круг и начинает договариваться с командой. Интересно проследить разницу в каких-то кризисных ситуациях. Ну, например, там, компания на грани банкротства или репутационный какой-то скандал. Вот как себя поведет лидер, чтобы удержать компанию, чтобы мотивировать продолжать сотрудников. И зрелый лидер, в чем разница? Ему же самому как человеку еще нужно сохранить здравый ум. Слушайте, ну, понятно, что универсальных ответов здесь нет, потому что разные ситуации в разные ситуации по-разному. Но, наверное, отвечу так. Зрелость — это еще и умение выдерживать правду. Очень многие лидеры не хотят смотреть правде в глаза. Она страшна, да? А что такое посмотреть правде? А вот этот кризис, он почему произошел? А как я могу на это отреагировать? А где я должен что-то отпустить, отдать, да, или по-другому начать вести себя? Вот это очень важно, потому что я видела огромное количество лидеров, и в пандемию, которые очень сильно суетились, которые начали делать какие-то места вы, чтобы успокоиться, дать возможность развернуться ситуацией. Если помните, да, вот когда в пандемию было непонятно, закроют, не закроют, надолго, ненадолго, что будет с бизнесом. И малая часть лидеров, они очень спокойно смотрели на эти ситуации и разрешали действовать по ситуации. Вот будет завтра, вот так и решим. Но большая часть начала очень сильно суетиться. Сокращение началось персонала, какие-то невероятные, какие-то очень действия из стороны в сторону, которые приводили, ну, я знаю, компании, которые потом так и не восстановились, потом не смогли создать, снова набрать людей, создать вот команду. И вот зрелый лидер, это лидер, который умеет, с одной стороны, смотреть правде в глаза, а что сейчас происходит, понимать, ага, что сейчас происходит, и какое будет наилучшее решение. Вот. И это такая, как это внутренняя уверенность, внутреннее, да, спокойствие, и внутренняя вера в то, что, что бы сейчас ни случилось, у меня есть команда, и мы с командой будем по ситуации реагировать, по ситуации реагировать на нее. Вот, наверное, вот это такой самый момент главный, да, это когда я верю, я не могу просчитать завтрашний день, я не знаю, что будет завтра, но я верю, что мы по ситуации будем принимать решение. Знаете, есть выражение про «рыба гниет с головы», вот мне интересно, как вы считаете, всегда ли так, или иногда можно частью вины за какой-то провал переложить на команду? Ну, слово «вина» мне в принципе не нравится, да, ну, потому что вина – это такая очень манипулятивная штука, и, кстати, очень многие лидеры, там, вот именно делая виноватым человека, пытаются сотрудника манипулировать. Вот еще одно из определений зрелого лидерства, зрелое лидерство – это когда, это понимание, зрелое лидерство – это понимание в каждый момент времени, как мои действия или бездействия повлияли на ситуацию и принятие ответственности за это. Так вот, зрелый лидер, что бы ни произошло, он задает в моменте себе вопрос, что я сделал или не сделал, что ситуация развернулась именно таким образом, где я досмотрел, где я что-то сказал или не сказал, что я сделал или не сделал. Вот это очень главное отличие зрелого лидера – не искать виноватых, не искать крайних, а посмотреть сначала на себя, и как задать этот вопрос, что я сделал или не сделал, и дальше, а как я могу, задать себе вопрос, как я могу сейчас повлиять на эту ситуацию, как я могу эту ситуацию исправить. Позвать команду, честно и открыто проговорить, как я вижу эту ситуацию, что происходит, и пригласить вместе начать исправлять эту ситуацию. Вот что убивает ответственность и инициативу в сотрудниках? Поиск виноватых. Вот как только лидер, вместо того, чтобы искать причины, устранять причины и обстоятельства, которые повлияли на эту ситуацию, начинает искать виноватых, все. Дальше это собственноручное убивание ответственности у своих сотрудников, потому что никто не будет пытаться решить эту проблему, чтобы не остаться виноватым или крайним. Вот это очень важная штука. Мы ищем причину не в людях, а в процессах, что у нас так выстроено, почему человек так поступал. Вот поэтому... Ну, получается, что для лидера, для зрелого лидера еще и важна рефлексия, работа над ошибками, то есть анализ ситуации, да? Это встроено внутри него, то есть еще раз, вот этот вопрос, как мои действия или бездействия повлияли на эту ситуацию? Потому что очень часто я, когда работаю с лидерами, особенно в кризисной ситуации, лидер говорит, слушайте, ну я же все делал для команды, я все делал для компании. Но очень важно еще посмотреть в сторону, а чего ты не делал. Где ты отпустил ситуацию, где было бездействие с твоей стороны, которое привело компанию вот в этой ситуации? Смотри, да? Ты видел, что разгорается какой-то конфликт, ты видел, что были нарушены правила, или кто-то из менеджеров, вот вы там правила, да, и нормы установили, кто-то из менеджеров их нарушает, и ты бездействовал. Ты никаких мер не принял, ты не дал обратную связь человеку, ты не пресек это. Потому что очень часто бездействие лидера тоже является причиной больших кризисов. И поэтому нужно смотреть не только туда, что я сделал, но чего я не делал. Евгения, зрелое лидерство, это вообще про возраст? О, прекрасный вопрос. Вы знаете, я долго искала ответ на этот вопрос, и сначала мне казалось, что вообще нет. Не зависит зрелость от биологического возраста, потому что у меня есть клиенты, это молодые люди, 30-30 с хвостиком, очень зрелые. Это лидеры, которые выстроили такую классную систему у себя, вот эту среду, привлекли сильных профессионалов, создали для них среду и совершают большой прорыв. 30 лет. И я видела 70-летних, очень незрелых лидеров, которые постоянно убивали вот как раз ответственность сотрудников, инициативу, которые еще не наигрались в лидерство. И мне казалось, что вообще не зависит. Но чем больше я работаю в этой теме, тем больше вижу, что все-таки чем старше становится лидер, тем больше у него вот этот возникает вопрос, да, а может быть, я что-то делаю не так? А может быть, ну, знаете, они уже как-то наигрываются, да, они уже вот уже чего-то доказали, и дальше им хочется уже создавать сильную команду и давать возможность людям как-то проявляться. Более того, возрастные люди, у них все-таки энергии поменьше, да, и может быть, если, когда он был моложе, он бы там где-то включился, поспорил, надавил, то вот, не знаю, в 45 плюс уже меньше силы и энергии, и ты думаешь, да пусть проявятся. Проще делегировать. Проще, да. И поэтому вот, наверное, все-таки прямой зависимости от возраста точно нет, но среди более возрастных людей ближе к зрелому лидерству, ну, вот больше таких, больше склоняются к зрелому лидерству. Вот, но смотрите, что такое зрелое лидерство? Зрелое лидерство – это не перманентное качество, что все, я достиг зрелого лидерства. Зрелая зрелость, она очень ситуативна. Один и тот же человек в одной ситуации поступит очень зрело, а в другой ситуации очень незрело. И я видела лидеров, например, когда санкции в феврале 22-го года начали вводиться, и зрелый лидер достаточно, такой очень последовательный, да, который выстраивает действительно очень классную среду, команду, в этой ситуации ввел себя вот как маленький капризный ребенок, да, истерил и так далее. И вот тогда я тоже поняла, что эта зрелость – это вот, как вы правильно сказали, это постоянная рефлексия, это постоянная «а что я делаю сейчас?», «а что сейчас происходит?». И, как я говорю, зрелый лидер – это не дедушка на облаке, который говорит, «Вы все правы, я вас всех уважаю, доверяю». Нет, зрелость – это, да, совершать ошибки, рефлексировать, что я сделал или не сделал, и справляться, брать за это ответственность, исправлять ситуацию и идти дальше. То есть это постоянное-постоянное такое личностное развитие, личностный рост. Вот что зрелое лидерство. Евгения, я знаю, у вас за плечами большой управленческий опыт. А считаете ли вы себя зрелым лидером? Какой провокционный вопрос. Слушайте, как я уже говорила, что зрелость – это не перманентное качество, да, это постоянная-постоянная работа, это путь. Вообще зрелость – это путь. И я с 22 лет управляю собственным бизнесом, и первые мои сотрудники были в 2-3 раза старше меня, мне 22, им 40-50. И, конечно же, на своем пути, мне очень повезло, я была вынуждена изначально воспитывать себе вот эту зрелость, потому что, с одной стороны, у меня тогда, там, в 22 года были профессиональные знания, но не было жизненного опыта. А у моих сотрудников профессиональных знаний не было, но был большой жизненный опыт. И в этом смысле мы договаривались, да, я обращалась к их именно жизненному опыту. Но, тем не менее, я такое количество совершила вот во время своего лидерского пути ошибок, я постоянно экспериментировала, у меня практически не было ролевой модели, у меня не было руководителя идеального, на которого бы я смотрела и копировала. И поэтому все вот эти наработки, они вот пройдены через собственные царапины, разбитые коленки, нос и все остальное. И я понимала, вот так надо делать, а вот так не нужно делать. Вот. И поэтому вот все наработки по зрелому лидерству, которые я использую, это прямо на собственной шкуре, выработанные, проработанные, заплаченные, собственно, оплаченные ошибками. Вот. А с точки зрения, вот зрело или не зрело, как я говорила, да, зрелость, она проявляется в конкретной ситуации. Ну, например, в зрелом лидерстве мы много внимания уделяем ответственности. Что такое ответственность? Потому что зрелый лидер – это ответственный человек. Ответственность, она проявляется в том, что даже я, если совершил ошибку, то я не во внешних факторах ищу причину, а в себе, что я не учел, что я не сделал, где я не поставил в приоритет и почему произошла эта ситуация. И вот мы постоянно этому обучаем. И вот, значит, относительно того, как там моя незрелость проявилась. У меня есть в Узбекистане клиенты, и вот, значит, мы как раз обучались зрелости, ответственности, а вечером мы пошли на такой, на ужин, где клиент решил меня своими национальными блюдами, значит, угостить. И вот, значит, приносят огромный такой плов, значит, блюдо с пловом. А у меня папа сам с Узбекистана, и папа очень хорошо готовил плов. И вот, значит, я смотрю на этот плов и говорю, ой, слушайте, а ведь у меня папа тоже умел готовить этот плов, но, к сожалению, он ушел в мир иной, а рецепт мне не передал. И сидит, значит, владелец, вот, которым только сейчас мы обучались ответственности, он говорит, Евгений, я... Это не он вам не передал. Это вы не взяли. Это вы не взяли. И я такая, знаете, о, ученик превзошел учителя, да, это к тому, что по поводу зрелые или незрелые, да, вот здесь я взяла и переложила ответственность на моего папу, который ушел и не передал мне. И очень важно, то есть, помните, я говорила, ошибаться — это нормально, но в какой-то момент улыбнуться, посмотреть, ага, вон как я лихо эту ответственность передала, и снова ее взять на себя. Вот в чем зрелое лидерство. То есть быть постоянно в контакте с собой, да, и увидеть, да, что сейчас происходит, что я сделал или не сделал, и как я вот лихо эту ответственность передаю. Вот, поэтому у меня нет ответа на зрелый я или незрелый. В каких-то ситуациях я зрелый, в каких-то мои поступки незрелые, но я вовремя останавливаюсь, смотрю, что происходит. Если надо, извиняюсь. Если надо, исправляю эту ситуацию, вкладывая время, деньги для того, чтобы ее исправить. И вот в этом зрелое лидерство. Мне кажется, даже тот факт, что вы приводите такие примеры и незрелый своих поступков уже о многом говорит. Евгения, мы выяснили, тема нашего сегодняшнего разговора, она для всех подходит. Поэтому, что бы вы могли посоветовать нашим телезрителям, неважно, лидеры они или нет, чтобы, ну, повысить уровень жизни, чувствовать себя комфортно и уладить, конечно, конфликты с окружающим миром? Как бы это ни звучало, может быть, там, пафосно, да, но я прям рекомендую, да, или первый шаг вот к зрелости, к зрелости, это умение остановиться и послушать себя. Вот это быть в контакте с собой. Для меня зрелость очень близка к цельности человека. Цельность человека — это когда я чувствую, я думаю, я говорю и я делаю. Это всё в одной связке. Незрелый человек, он чувствует одно, думает другое, делает третье, говорит четвёртое. И от этого суета, от этого рассинхронизация, от этого очень непоследовательные такие действия, да, и люди это считывают. Люди с таким лидером, они очень осторожные, ну, то есть, и он вокруг себя собирает ровно этих же людей, которые чувствуют одно, никогда не говорят то, что думают, а делают вообще третье. И вот первое, с чего нужно начать, это быть в контакте. Вот я сейчас это сделал. Что я чувствую по этому поводу? Я уверена, многие прислушаются. Евгения, большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. А я напомню, это было интервью с бизнес-тренером международного уровня Евгенией Климановой в студии работы Ладьяна Камалединова. До встречи в эфире.